всем привет блендер 281 и так вот такой вот город прикольный уже готовый для анимации развалины как в армии мэн именно здесь можно делать прикольные сцены город для армии мэн от автора канала котяра давайте посмотрим этот канал вот такой канал если вам интересно делать здание локации окружения для игрушек там я не знаю для анимации заходите подписывайтесь хорошие уроки стримы именно задавайте словом вопросы дерзайте этот ролик теперь вырос именно с этого города с так сказать подарка и давайте посмотрим именно откуда а вот с этой дороги вот город вдали летят вертолеты привет мальчишу танки идут короче тут уже наступает какая-то ситуация и теперь хочется вот по этой дороге чтобы прошла колонна армия мэн и нужно сделать теперь модель танк армия мэн и чтобы все это дело частично анимация они будут сидеть в танках и возможно пройдет пехота и камера все это дело снимает и все это дело значит входит в город там их конечно встретят ну и махач не без этого то короче будем пробовать канал именно для того чтобы что-то тут из испытывать пробовать какие-то именно варианты и косяки рассматривать ну а теперь пойдем в забраж и так забраж 2020 вот такой вот армия мэн я уже немножко над ним работал это вот руки чуть поменял ему проработал потом каску именно заменил вот такая штукенция ну а так в принципе он без изменений и так для анимации именно движений модель хорошая все нормально вы видели все нормально работает адекватно себя кости принимают его ну а теперь хотелось бы его сделать чуть чуть посложнее для анимации именно я хочу его посадить в танк чтобы он там жестикулировал и колонна двигалась именно в сторону города ну такая вот пока идея ну и давайте под эту идею кто-нибудь поменяем поменять во первых я хочу только в принципе голову голова сделать голову именно под анимацию чтобы рот мал-мал открывался глаза ну в принципе глаза каской будет закрыты не важно ну тоже сделать надо так вот это в 2020 если кому-то будет мешать это преференции заходите и повторюсь где их отключать отключать это turn table вот этот панал боковая панель и скрин сейвер вот этот тоже можно отключить так пардон can вверх вот этот о все чтобы не отвлекали очень мешает лично после the brush 4r7 так мы погнали n панель n панель я немножко путаться стал между блендером и the brush так нажимаем и высвечиваются вот все наши саптулы также саптулы находится вот здесь их можно перематывать вот таким вот образом стрелочками вверх вниз чтобы быстро если их много то уже нажимаем и выбираем нужна голова так а где тут чердак вот он и так чердак то бишь голова вот таким вот образом обрезан так но это не беда сначала делаем дубликат вот это вот фигуры и на первое место импортируем голову изначальную так находим ее и так голова вот импортирована нужно ее теперь увеличить и развернуть можно разворачивать это с помощью транспоза shift левая кнопка мыши и alt левая кнопка мыши помогают поменять ракурс выровнять модель и вот такая штука перекрутить вот так вот теперь подгоняем ее подальше вот таким вот образом левая кнопка мыши чуть выравниваем alt левая кнопка мыши уменьшаем модель смотрим что у нас тут по флуру все по центру стоит и можно в геометрии все это делаем сайзом увеличить так но сильно не надо если нужно выровнять от транспоз если он искривлен то shift сначала включаем shift левая кнопка мыши щелкаем выделяем потом вытягиваем на модель вот так вот и включаем вот эту функцию gizmo 3d вот теперь она будет ровно вот таким вот образом теперь левая кнопка мыши перекручиваем и немножко его выравниваем тут теперь его нужно поймать именно по центру приближаем alt левая кнопка мыши опускаем блин может вот так голову побольше сделать ладно или вот за желтым тянем можно уменьшить так где-то вот таким вот образом смотрим подгоняем чуть-чуть прибавляем ее и немножко вот так подсаживаю а теперь можно будет проецировать вот эти вот все детали четкие вот на того на голову того персонажа предварительно опять же предварительно будем наверно работать историю с этой головой так это мы потом можем отключить и вот здесь вот эти лямки они не нужны нужно их удалить уменьшаем draft size control левая кнопка мыши если где-то что-то зацепим не петра нам главное именно голова лицо так ну и вот эти детали чтобы потом они нам не мешали нужно хорошо тур можно отключить уже все выровнено делаем control w теперь control shift левая кнопка мыши щелкаем удаляем заходим в геометрии находим модифика поладжи делаем делал хитрин скрыть вот это то что мы мы поменяли полигруппу и он удалить вот эти вот детали ненужные а то что дырки остались мы делаем кулку все дырки закрыты шифтом и левой кнопкой мыши можно немножко это все выровнять выгладить в принципе нам это не надо нам нужно вот этот чердак каска вот это ее нужно срезать делаем control shift выбираем кисточку вот эту выравниваем модель и вот так ее вытягиваем смотрите где черная полоса та часть будет обрезаться значит нужно вот отсюда вести вот так где то побольше если взять не беда alt нажимаем alt нажимаем изгибаем alt нажимаем опять же изгибаем и опять же alt левая кнопка мыши удерживается все это дело срезаем вот так все удалилось теперь можно чтобы если какая-то деталь осталась можно ее замаскировать и вот эту тоже вот так нажать control w создать еще одну полигруппу и просто это все дело выделить control shift левая кнопка мыши и удалить ее с помощью dell hidden модифитопол но опять же можно close hole закрыть пустоту все нормально чайник готов глаза не повредились и нужно теперь его конечно переделать заходим в sub tool делаем append находим сферу можно n нажать переключиться на сферу в геометре заходим находим size и сайзом немножко уменьшаем голова исчезла почему потому что значок скрылся вот это выделение получается нажимаем n выделяем опять же находим голову включаем глаз видимость и опять же n переходим на сферу alt левая кнопка мыши уменьшаем так смотрим теперь находим где у нас находится эта сфера так вот мы прибавляем она вверху alt левая кнопка мыши с помощью умов мы ее можем опустить и сайзом опять уменьшить вот такая штукенция для чего нужно а для того чтобы вот этому персонажу восстановить чердак то бишь голову то бишь вот эту часть так смотрим что да как чуть-чуть конечно сплюсь не без этого ну и немножко конечно вытянем вот уже получилось у нас лобная часть все нормально в принципе голова восстановлена военная медицина работает хорошо ну а теперь немножко можно поработать так значит move topology по x английское включаете у вас получается x-симметрия graph size побольше если ставите то можно вот так вот все это дело немножко преобразить вот таким вот образом так смотрим чтобы лоб более-менее нормально был вот таким вот образом ну и заднюю часть конечно как же врачи то лечат врачи умеют graph size побольше и вот так все это дело прибавляем здесь мы потом все срастим не беда так в принципе нормально теперь нужны уши уши можно чтоб не запариваться взять уже готовые экономит очень много времени это вот вот именно тун и вот здесь лапы ноги так это я уже показывал даже кентавры есть вот тут еще всякие детали вот руки мне здесь нравятся мультяшные вообще прикольно сделаны так ну а нам нужны уши так вот есть тут глаза рты зубы даже мультяшные вот глаз есть сейчас мы его вставим так а вот где ухо это вот нога или ухо ухо ну только сказочное ну давайте сказочным ухом воспользуемся сейчас мы его переделаем так ctrl z и симметрию отключаем и попробуем просто левое ухо так вытянуть все эту кисточку пока закрываем переключаемся на верхний вид и теперь попробуем ее перекрутить с помощью с помощью транспоза подогнать немножко уплотнить ну и конечно перекрутить и подвинуть ближе именно к черепу ну вот что-то в таком духе не беда так что тут у нас происходит теперь ставим мофт топологи вот так ну и немножко уху придадим нормальный вид вот так мочку вперед дровсайз уменьшаем немножко корректируем немножко где-то поджимаем вот в принципе нормально вот нормально нормально чтобы не был как ну типа орг вот так это все дело поставим и теперь можно опять же то что отсутствует закрыть вот таким вот образом ну чтоб не париться давайте можно отделить это все дело ухо отдельно потому что тут разные саптулы теперь получается можно нажать сплит group сплит и отделится чайник и ухо ну мы это все дело сейчас объединим сделаем всему этому дайна мэш сначала делаем ctrl w одну полигруппу теперь заходим в декометре и находим дайна мэш смотрим на какой резолюции все это дело сделать чтобы более-менее и полигонов много не было ну и чтобы все вот так вот не распадалось опять же напомню если модель маленькая то приходится дайна мэш делать больше если модель большая то на 128 он нормально работает я просто модель очень сильно уменьшил и вот можно на 1352 у меня получается вот мне нормально вот такая штука 4000 полигонов как проще на маленькой модели проще контролировать вот эту вот дайна мэш если модель большая уменьшаете до предела а вот это вот active points прет безбожно никак ее не понижает ну а вот так нормально если вам нужно прибавить control d вот уже 18000 полигонов вот можно ее понизить на низ подработать где-то что-то вот subdivide и прибавить на более высокий так ну и всему этому сделаем конечно модифика положим мир ну чтобы мир сделалось нужно вот отключать вот теперь все симметрично все классно так чайник готов персонаж готов нужно его немножко еще подкорректировать вот чуть-чуть это уменьшить лоб плюс ну где-то где-то здесь подвести где-то прибавить так вот такая штука смотрим теперь переключаемся нажимаем на голову самого персонажа смотрим у него 384 тысячи полигонов и сетка вы видите какая плотная это после скульпции с альфа 6 я его там и делал и очень давно ну давайте облегчим теперь вот эту сетку ну чтобы черты лица были четкими это вот нам опять поможет так дай на меш и в принципе наверное давайте сразу объединим голову вот с персонажем вот этим то что мы сделали то что я сделал точнее и поднимаем так давайте опустим голову до самого низа вот до нашей сферы вот она сфера переключаемся на нее она должна быть выше или голова должна быть выше а нажимая merge merge down объединяете два саптула объединяться будет нижний с верхним вот так вот merge down ок нажимаем и вот теперь получилась вот такая штука ну а теперь делаем control w в одну полигруппу и нужно сетку эту мал мал восстановить ну предварительно давайте продублируем вот эту голову переключимся на верхнюю делаем теперь дай на меш вот плюс 15000 полигонов у нас получилось и вот если мы уберем сейчас вот персонажа нижнего вы видите насколько но черт это сохранились ну все равно не так все четко включаем нижнего персонажа и теперь надо project спроецировать на него вот эти все части чтобы спроецировать вот когда вы проецируете отключаем вы видите что спроецировалось но качество осталось то же самое поднимаем ctrl b сабдивизии и теперь вот можно проецировать в углу вот сейчас проходит project mesh детали накладываются детали отключаем нижнюю вот уже более-менее все нормально смотрим сетку сетка вот такая вот ну и это конечно не без этого нужно подгладить это выглядит вот так здесь в принципе не надо детали какие-то наносить здесь будет шлем уши в принципе тоже сильно не надо на них зацикливаться потому что частично они будут скрыты именно к шлемам поэтому внимание на них сильно обращать не будем ну давайте немножко все равно подкорректируем здесь вот так работать вот этой clay build up само удовольствие берете я вот работаю всегда на двоечке и вот можете накидывать мочку уха где-то допустим у меня уменьшать дров сайс где-то добавлять ну такая штуки так давайте восстановим какие-то часть лица вот эти дуги бровные тоже надо немножко под накидать и рисовать можно симметрии это включаем x и вот так вот это дело накидываем где-то здесь под корректируем челюсть вот такая штуки брови более суровые где-то накид где-то вот чуть-чуть еще на лоб накидать вот эти вот части где-то их выгладить немножко вот таким вот образом и подбородок подкорректировать можно так вот в принципе что-то в таком духе получается но меня устраивает теперь нужно отделить челюсть короче сделать как в прошлых роликах я показывал с пандой делаем опять дубликат переключаемся на вот этот дубликат и попробуем сделать вот таким образом как идет сохранение он тролл маскируем вот эту часть так смотрим отдых шею нам не надо это control alt очищаем ступенция мы делаем давайте control w и можно отделить все это дело но в принципе получится разные поле группы и работать с ними будет и так интересно наверно так значит control z возвращаем мы просто наверно вырежем эту часть давайте control shift только теперь используем вот этот прям рек и попробуем вот так вот так показывает уберите сабдивизии пожалуйста если нужно принести рамку это еще пробел зажимает так раз все отделили теперь нужно на другой сабту переключиться так это получается вот этот вот и здесь от собачьем уже голову так пардон тем это верхний сабту нижний у нас оказался без челюсти давайте сейчас подкорректируем а потом уже будем резать другую модель так это у нас выходит смотрим что ты так разные поле группы control w ну здесь можно уже опять же сделать дайна мэш control z и повыше резолюцию поставить и вот так все это делать через alt изминаем и вот так далее и вот так далее вот теперь получилась такая выемка ну а теперь ставим включаем верхнего персонажа и нужно здесь отрезать ему уже голову так здесь вырезать подбородок ну и этому наверное отсобачиваем отдельно подбородок оставляем вот таким вот образом вот так отрезаем короче все оставляет только подбородок вот таким вот образом ну а теперь подбородок ротации вот так вот все это дело можно опустить перекрутить вот таким вот макаром так смотрим где-то что кадык так вот сильно не надо где-то берем теперь мофф топологи и все это дело x симметрия уменьшаем чуть-чуть вот так вот потом все эти мышцы конечно еще подкорректируем ну а теперь нужно нам именно один подбородок у него тоже ctrl w разные полигруппы и изменилась сетка вот это можно конечно с этой сеткой уже альт поработать так левая кнопка мыши ну она работает плоховасто вот такая штука ну а теперь включаем видимость второго вот этого саптула так что теперь так смотрим сверху и теперь мофф топологи по иксу вот так все это дело притягиваем ну где то еще можно припустить так это все кости потом поправят подрегулируют нам главное чтобы все это было отдельно ну вот такая ступенька теперь включим альт включим тело ну я думаю что вот эту голову можно уже удалять вот так и удалять ее можно вот таким вот образом раз замаскируем сейчас чтобы не повредить допустим какие-то детали вот так смотрим что то так опять же делаем ctrl w и удаляем голову голову в плеть геометрии модифит аппозиции делал хидом ну где то шифтом что-то выгладить ну и опять же close hole закрыть так чтобы ничего не торчало вот эту часть тоже ctrl можно замаскировать ctrl w делаем делал хидом и опять же close hole н панель включаем головы нации о моща так вот эту нижнюю голову нужно отключить вот эту челюсть включить вот так ну и теперь вот это все дело лишнее вдавить можно просто в модель чтоб не париться вот такая штукенция так смотрим как тут установилась голова так воротник ну в принципе я думаю нормально так чуть подальше голову сейчас отведем здесь уже можно гизму использовать вот так вот ну а теперь челюсть обязательно челюсть вот так вот и вот такие косяки тоже получаются почему потому что включая включена именно симметрия ctrl z так ctrl z возвращаемся назад отключаем x симметрию клавиша x можно даже выровнять транспоз и отводим назад теперь опять же смотрим челюсть тоже на x x симметрии отключаем и подставляем вот так персонажа смотрим включаем shift левая кнопка мыши все софтулы и получается вот такой бомбичный персонаж только теперь нужно ему поправить вот этот шлем и нижний вот этот оптул отключить включаем n включаем шлем с помощью моф и гизма опять же все это дело корректируем вот так вот смотрим вот эту часть можно удалить панель вот эту сферу получается делить ну а теперь шлем опять и мофт apology корректируем так чтобы он большим не казался надо его чуть-чуть по голове корректировать ну так думаю нормально уже видно и голову чуть-чуть где-то можно его растянуть ну и значок сержанта нужно поставить на место ну а теперь нужны зубы так проверяем каску смотрим можно ли если сделать немножко побольше смотрим смотрим как она будет внизу смотреться ну вроде неплохо так и смотрится вот так он будет как то наверное поприкольней так вот так вот ну а теперь значок без значка никуда так все-таки сержант не последний человек в армии Тем более американской. Так, ну вот такая штукенция. Вот такой получился персонаж. Сейчас я ему ставлю зубы. Ну, потом, в принципе, здесь дорабатывать сильное. Ничего такого не надо. Единственное, что можно значок повернуть вот этот и чуть-чуть его подкорректировать. Находим кисточку. Эту кисточку я сам именно сделал. Поэтому челюсть уже готовая. Так, вытягиваю. Переключается на стандарт. Так, вот таким вот образом. Транспозом перекрутить. Желтым квадратом уменьшить. Здесь тоже перекрутить. Подогнать. Смотрим, что-то как. Чтобы все ровно стало. Ну и опять уменьшить. Вот так. Можно чуть-чуть сделать повыше. Ну, вот что-то в таком духе. Челюсть можно тоже отдельно загружать. Можно именно сейчас слить полностью с персонажем, соединить. Посмотрим, как это будет. Н. Теперь вот эту голову. И нужно на эту голову Отгрузить опять только верхнюю челюсть. Вот эту. Графт сайз поменьше. Переключаемся на стандартную кисть или на любую другую. С помощью транспоза перекручиваем, подгоняем. Выравниваем. Чуть-чуть можно сделать пошире, но и побольше. Немножко перекручиваем. И немножко вот так вот подгоняем. В принципе, они должны быть. Н-панель. О, монстр. Так, теперь Снимаем маску. Выравниваем челюсть. Ну, вот и всё. Ещё язык, конечно, можно добавить. Но он там, в принципе, и не нужен будет. Так, чуть-чуть поменьше. Ну, и поработать с губой вот с этой. Так, смотрим. Так, ну, сетка нормальная. Можно теперь и с губой поработать. Берём кисть Clay Build Up. Shift. Немножко выравниваем. И немножко пролепиваем. Берём кисть. 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 alt можно где-то углубляться так вот что-то в этом духе геометрия мира and well control z что-то очень печально все выглядит вот так вот поставим так чуть-чуть увидел вот это будет дверь монстр это нормально так мира так упаковывает у ну конечно зверски ну так да делаем мира and well смотрим геометри мира and well control z еще больше делаем голову вот можно вставить глаза уже готовы опять же им ту и мы мы кисточка вот эти как это выбираем на челюсти давайте на знаке вот этом вставим все теперь стандарт ухты прям выбор получился бомба и назад его туда возьму впадину немножко с вот так вот Снимаем маску, Ctrl, левая кнопка мыши. И теперь биометрии мира Эйнтвелла, делаем два глаза, два, жесть, вот таким вот образом. Можно, конечно, теперь еще вики добавлять, я не знаю, при анимации они в принципе нужны будут, нет. Вот так он будет страшнее. Вот такая штука. Вот так. Вот так. Вот так. Ну вот что-то в таком духе. Теперь можно анимировать и рот и вот эти все детали, глаза, поворот, руки. Все на месте, все подкорректировано. В следующем ролике давайте его раскрасим, подготовим именно к анимации. Пол тела можно отсобачить будет, потому что он в танке будет в люке сидеть. Ему пол тела не нужно для анимации, я так думаю. Ну и танк подготовим, еще там пару деталей, а потом уже будем, возможно, что-то стыковать, пробовать какую-то анимацию. Все, всем пока, до свидания.